Мы с Дамиром Владимировичем уже вернулись домой Володя будет делать покупки Мы сделали маленькую часть покупок Просто перекусить по Бырику Вот, а Володя будет делать уже конкретные закупки Я все покажу на фотках в инстаграме Сейчас покажу вот то, что мы купили Мы купили хотстеры, сосиски в тесте Сосиски больше, чем тесто Мы уже брали такую штуку Дамир сказал, мама, это самые вкусные сосиски Поэтому я взяла Взяла лапшу с говядиной Лапшу взяла себе с говядиной Взяла вот такой вот кексик Там прячется Прячется вот тут кекс Я, короче, фотки покажу потом Вот, просто он весь запакованный Ничего не видно, там он весь в бумажке Маффин, да, шоколадный Вот, там со всех сторон он запакованный Сверху наклейки, поэтому ничего не видно Бумага туалетная раз Бумага туалетная два Булочка с сахаром Так, булочка вот такая ярославская Которая в реме называется майская Она чуть меньше размером, но такая же точно В моем детстве это была тоже ярославская булочка И, наконец-то, багет Что-что, а багет в Самбари всегда на славу На булочке пока тоже не жаловалась Не видела, чтобы они прям тесто-тесто были Вот, и как всегда, вот такой вот Буклетик Самбари И исполняет мечты Дамир, мы не нахватали много Это такая целая книжка То есть он такой здоровенный Он такой толстый этот буклет Да, можешь пойти посмотреть его пока У меня еще один есть Да Да Худи отсюда, хватит обои драть Бестыжий Короче, еще такая история Буквально вчера мы с Тамиром ездили на такси И была такая история, что таксист нас привез не туда Что один раз он решил ехать Нам нужно было на Постышево Он поехал на Нахимовский проспект Ну ладно, значит, потом нам снова нужно было Значит, с Кольцевой ехать на Постышево И, значит, он перепутал номера домов Опять привез нас не туда В общем, это жесть какая-то Вот, потом Потом еще такой момент Как-то мы с Тамиром ехали на такси И таксист рассказывал нам о нас Но, как бы, и Тамир улыбается Говорит, мама, не про нас ли таксист говорит? Я ему кивнула, что да, ну потом, типа Мы когда уже вышли, я говорю Ну, в принципе, ничего плохого Положи на стол И на столе листай себе спокойно Я говорю, в принципе, он ничего у нас плохого не говорил Видимо, просто не запомнил нас в лицо Сколько людей за день у него, как бы, да, проходит Проезжает в его машине Ну, как бы, если бы он говорил что-то плохое То было бы весьма неприятно А так он просто сказал, что он удивлен, что сюда Ну, здесь вроде как строительный магазин был А, говорит, увидела одна мамочка с ребенком Говорит, зашла в машину Вторая мамочка, это речь у нас шла Зашла, говорит, в мою машину Вот, и говорит, смотрю, мамочки, говорю, из строительного магазина Все время выходят, я говорю, строительница Он говорит, да Как бы просто туда переехала в это здание Детская поликлиника И поэтому Вот такая вот ситуация Он просто о ней рассказал Но именно мы с ним ехали Потому что он сказал, что потом мы поехали в апельсин И это таки да, это были мы Дамир, чуть-чуть тише Вот, и еще момент такой Я периодически оставляю чаевые водителям И они спрашивают каждый раз А зачем? Вот, то есть я сначала думала Может они настолько непривычные к чаевым Вот, это очень странно Почему они так удивляются этому За хорошее обслуживание А как по мне Вполне себе можно оставить чаевые Для меня это в порядке вещей Когда ты, например, ходишь к одному парикмахеру Или к одной маникюрщице И оставляешь ей подарочки Ну, если за день рождения, например Ты можешь и не знать, когда днюха, да, у человека То, например, на 8 марта На день, на Новый год Можно и на Валентина Что-то символическое, да Не потому, что я ее так люблю, да Вот, а просто, ну, чтобы человеку было приятно Я имею в виду не в том смысле, как бы, да, люблю Просто, чтобы человеку было приятно На какие-то празднички можно оставлять вполне себе Что-то символичное, почему нет И оставлять чаевые Если понравилось обслуживание И карман как бы жмет лишняя копеечка Ну, как бы, я иногда оставляю чаевые в такси Максима И водители почему-то очень удивляются И сначала, как я уже сказала, у меня закрадывалась мысль Что они, возможно, просто непривычны к чаевым Хотя странно, город вполне себе небедствующий Люди вполне себе продвинутые Ну, как бы, особенно если сравнивать с Донецком, например Все синоваты, с Макеевкой, да С ДНР, так сказать, да Откуда мы приехали Ну, как бы, куда там, Владивостоку И даже той же находке до них, вот Ну, точнее, наоборот, им до Владивостока Или хотя бы до той же находки Ну, и как бы, я поняла потом только Скорее всего, фишка в том, что таксистам Ничего не остается с этих чаевых Скорее всего, что эти чаевые уходят компании Просто они об этом молчат Мне кажется, что дело в этом Дело в том, что если бы я просто оставила наличка Чаевые водителю в руки Они бы остались водителю А так, мне кажется, что идет все это компании И просто ему там какие-то проценты остаются с этого Да, как бы, как проценты с поездки Так и проценты, возможно, какие-то с чаевых мизерные И, как бы, грубо говоря, оставишь 120 рублей Или 50 рублей чаевых Там, может, водителю 5 рублей с этого будет максимум И все, а не вся сумма Мне кажется, что дело в этом что просто остаются деньги компании, а не самим водителям, поэтому они всегда так как-то зачем, вот, в общем, ладно, мы сейчас будем перекусывать, мы сейчас пообедаем, подперекусим, не знаю, я буду мыть посуду, готовить обед, мы будем ожидать Володю, Володя еще остался по своим делам, а мы уже приехали домой, и мы будем садиться делать домашнее задание, у нас вчера было так много дел, так много поездок по разным инстанциям, что мы вчера не делали домашки, но сегодня, вот, а сегодня же тоже зададут домашки, нужно будет сегодняшнюю, вчерашнюю взять домашку, сегодняшнюю, и нагнать еще английский язык, поэтому мы будем заниматься этими делами, вот, мне еще пришло какое-то извещение с почты, я не могу понять, потому что написано, извещение номер, такой-то номер, а тупо наш адрес, и все, и мое имя, фамилия, фамилия, имя, подожди, сейчас покажешь, что ты хочешь, вот, и дело в том, что я не понимаю, на какое отделение мне идти, у нас тут отделение, которое привязано к нашему адресу, оно временно закрыто, и, как бы, я не понимаю, посылка не отслеживалась из Китая, нет, посылка по России не отслеживалась, если предыдущая посылка отслеживалась всю дорогу, то эта посылка не отслеживалась от Владивостока, то она добралась до Владивостока, все, она больше не отслеживалась, и я теперь не понимаю, на каком мне отделении идти, это новая какая-то посылка или это посылка извещение с предыдущей посылки вот я не пойму пока вот в принципе мне сказали на почте россии что меня зарегистрировали и что теперь мне будут приходить эсэмэски когда придет какая-то почта чтобы я пришла и забрала но я не знаю дни пять еще подожду вот а там буду решать этот вопрос потому что некоторые посылки приходят на один на одну почту другие приходят на другую почту на другое почтовое отделение и я не понимаю куда мне идти короче блин вот такая вот загвоздка ну а сравнение почта россии почта украины мы еще с вами обязательно поговорим все мы будем еще расскажу повторюсь обедать вот я буду мыть посуду готовить обед ужин будем ожидать володю будем делать домашние задания вот